МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Цифровая революция породила множество новых мелких телеканалов, порой совершенно нежизнеспособных. Болтались они в нише семейно-развлекательной, дамской, психологической, а в итоге прибились туда, где самые легкие деньги, к оккультным мошенническим группировкам. Здравствуйте, дорогие телезрители! Я Изида, маг, экзорцист, парапсихолог и Александр. Парапсихолог, энерготерапевт и прогрессор космоэнергетики. В мегаполисах такое мало кто смотрит. Зато из медвежьих углов, где ни развлечений, ни работы, вал звонков, особенно от одиноких дам. Муж от меня ушел, он ушел к молодой. Вот только вы, только вы должны мне помочь. Вам нужно сейчас, прямо сейчас, позвонить по телефону, который вы видите на вашем экране. Задача ведущих – перенаправить звонки в платный колл-центр, где первичная консультация с гастарбайтерами на телефонах стоит 20 тысяч, а астральный сеанс с самими, так называемыми, мастерами – 120. Сегодня я с вами не один работаю. Я работаю с полисединочкой, но сейчас мне нужно настроиться на ваш фантом. Фантом всегда говорит одно и то же, что у клиента родовое проклятие, снять которое можно минимум за пять сеансов. Сегодня вечером я вас жду на следующий сеанс, потому что я не хочу, чтобы это перешло, не дай бог, на вашего сына. Обязательно, чтобы было, моя хорошая. Она – приезжая из Средней Азии, продавшая душу за столичную жизнь. Он – москвич, интеллигентский сынок, пианист, в нищете нежил, злодеем стал скорее по зову сердца. То, что мы можем – люди, это были, это люди, есть это люди, это все, ну что это так? Расскорный материал. Ну, понятно. Впереди, когда долги влезают. Влезают, влезают, не пережили. Досконечно привить, плакать, убивать. «Ой, ты, все плохо, я повешу». У меня здесь одновесник хотел, я не пускай вешается. Вес, пускай вешается. Потом на сеансе повесилось, на сеансе, вот, на баку. «Омская психбольница», пациентка Наталья. Депрессиями и повышенной внушаемостью страдает с детства. Пока встречались на ее пути нормальные люди, так жила себе спокойно, в отдельной квартире, сама себя обеспечивала. Но однажды увидела она по телевизору некую передачку «Зеркало судьбы». Указан номер телефона, по которому я и позвонила. Мне сказали, да, у вас явная порча, вам нужно произвести обряд, перечислите нам 10 тысяч денег и никому не говорите о том, что вы связались с экстрасенсами. Потом они позвонили. На следующий день сказали, что вот может сегодня ночью умереть или ваша мать, или вы. Вы должны нам заплатить 100 тысяч. Потом было 200, затем 400. Закончилось все продажей единственного жилья. Потом, когда они стали требовать еще и еще деньги, я сказала, что я не могу их найти. Ну, просто не могу по-человечески. И сказали, тогда мы закрываем вашу натальную карту с проклятием. И мне стало плохо. У меня потемнело в глазах. Здоровый-то человек, оказавшись в такой ситуации, может с собою не совладать. А уж больной. У меня нет жилья. Это страшно на самом деле. Я одна вообще. Я говорю, что делать дальше? Я не знаю. У меня было несколько попыток свою цида. Ну, я там отравилась таблетками. Однажды спрыгнула с пятого этажа балкона. Я не представляю, что дальше ждет. Ох, и смеялись же, наверное, в колдовском зазеркалье. Как ловко они развели очередную болящую. Вообще, упоение своей безжалостностью, алчностью, готовность отбирать последнее – родовые черты оккультного бизнеса. Как только клиент заплатил первые деньги, все, он попал. Оператор от него не отскакивает. Из ста человек, ну, максимум десять, может быть, включит мозг, разум и поймут, что нельзя по телефону не вылечить ни от алкоголизма, ни вылечить от рака на последней стадии. Вот кто догадывается, спасает себя. Кто не соображает, в долговую кабалу на многие года по четыре, по три миллиона всаживают. Следователь по особо важным делам, разрабатывавший сразу пять колдовских колд-центров. Он так сетовал, что жулики слишком богаты, что скупают всех на корню. А в итоге и сам не устоял перед соблазном. Его взяли с поличным при получении первого транша 30-ти миллионной взятки от организаторов некого института парапсихологии «Миранда». Суд был громким, срок серьезным, 10 лет строгого режима. Увы, странные отношения правоохранителей и нечистой силы после той истории практически не изменились. Выходим в коридор. О визитах грозных мужчин в масках кудесники, как правило, знают заранее. Никто не напуган, не суетится, все важные улики давно спрятаны. На любой вопрос готова дежурная отмазка. А мы при чем? Здесь люди только принимают звонки. Пусть будет стыдно тем, кто выступает в прямом эфире и обманывает людей. А я не обманываю людей. Бывший официант узбекской шашлычной Мухаммад Азизов. Он же великий шаман-целитель Алихан. Через пару месяцев кривляния в телевизоре купил себе иномарку. Теперь копит на квартиру в Подмосковье. Вот его заработок за полдня работы. 23 тысячи, 21, 18, 39 и еще по 19 тысяч три раза. И пишет. С Четинской области звонят. Старший дочь пьет. Средный дочь тоже пьет. Младший дочь нормальная. Это вот пара психологи. А это уже куда более крупная рыба. Совладелица колл-центра. Известная в экстрасенсорной среде бизнес-тренер и специалист по НЛП, нейролингвистическому программированию, Ольга Пелецкая. Не в форме я сегодня для камеры. Ведет себя нагло, вызывающе, словно заранее зная, чем дело кончится. Спустя неделю все проблемы с полицией решены, эфиры идут, колл-центр стабильно приносит по полтора-два миллиона рублей в день. Зверская бизнес-леди натаскивает новых сотрудников. Вот это люди, все абсолютно, которые нам обманят, это категория людей, психология называется зависимые. Это люди, не способные принять решения сами. Они в двух словах вам скажут свою мечту. А вы эту мечту должны ухватиться, все эти ниточки нанизать на свой ух и сделать из них марионетки. И разодрать все его проблемы настолько, чтобы он кровоточил, чтобы они рыдали. Вот давай ставить диагноз, они должны рыдать. Рыдать, чтобы их разодрали полностью. Каждый день пациент взложил плаку. Как только он сказал, алло, я хочу на прямой эфир к Серафиме, то его адрес прописан. Выход в плаку. Какие-то Серафимы, Черноморы, матушки Аиды. Здесь у каждого, как у библейского сатаны, вельзевула, лукавого, куча имен. И место в общем зале, называемом преисподней. Право на отдельную комнату, логово, имеют только мастера. Сейчас я буду проводить обряд. В конце работы я вам поставлю защиту. Эта защита будет держаться минимум 40 лет. Какая она вот эта вот мразь, папка. Недоучившийся студент затрапезного вуза считает, что честный труд удел лохов. В эфире представляется то сибирским шаманом, то жрецом вуду. С глаз и порчу обещает умрать за 5 сеансов, гипертонию и рак за 10. Свечу зажигайте. Знали бы верующие в экстрасенсорику, каким мерзавцам они вверяют свои тайны, на какую глупейшую мистификацию они возлагают свои надежды. Избавь от... Сейчас не могу ловить слова. Избавь от недугов и горьких болезней. 300 километров от Красноярска. Старший агротехник Боготольской районной администрации Галина Гринёва принимает по телефону чин посвящения в магистры 6-го энергетического подуровня с полной прочисткой корневых чакр и снятием кармического сглаза со всего рода Гринёвых. Съёмку производила соседка несчастной. Три против часовой и три по часовой. А ведь прежде эта дама считалась вполне адекватной. Но критический возраст, одиночество, опять же любимые телепередачи вроде «Часа экстрасенса» и «Зеркало судьбы». Когда на всё это ещё и наложилась болезнь горячо любимой сестры, у которой обнаружили рак в последней стадии, нервы Галины сдали. Я только постоянно каждый раз звонила, каждый день говорила, «Ты только, пожалуйста, живи! Ты только, пожалуйста, живи! Что всё будет хорошо, ты только, пожалуйста, живи!» Люди, выбитые из колеи, потерявшие способность к самокритике, главные жертвы телефонной преисподней. Чем не школа по воспитанию подонков? Приживаются в подобных центрах, тем более становятся так называемыми мастерами-инструкторами «Только самые отпетые». Когда у женщины настроена вечная жизнь, это ваш рост должен быть понятным. То есть, с такой одинокой можно больше просить с вами, да? Ой, вообще! Она же одинокая, у неё детей никого нет. Ей на уши чуть-чуть присесть, и всё, 200-400 тысяч за один заказ ты можешь унести. Чтобы окончательно оторвать жертв от реальности, им прописывают запредельные по своей абсурдности ритуалы. Ну, он пускай комарика поймает и несёт его до банка. И около банка только выпустит. Всё, и она будет его ловить. Пускай с лягушкой живой идёт в руке. Это всё зависит от тебя. Потому что это не ты ей говоришь, а это говорят целители, высшие духовные силы. Её сейчас направляют. Ну, то есть якобы целители, твоя отца сам не опридумывала. Конечно, это плод твоего воображения. Галину тоже заморочили разными нелепостями. Например, идя на почту отправлять экстрасенсам очередной перевод, она не должна была смотреть в глаза прохожим. И ещё в качестве оберега ей постоянно приходилось носить с собой пульт от телевизора. Это издевательство продолжалось несколько месяцев. А потом Галинина сестра умерла. Я говорю, так вы же сказали, что всё будет хорошо, что вы поможете, как вы можете. Вы не люди. Все деньги вытащили из меня. Не хочу говорить на эту тему. Это сплошной обман. Это люди, обман, поставленный на поток. Из двух с лишним миллионов, переведённых колдунам в общей сложности, миллион девятьсот тысяч женщина взяла в кредит. И сколько она не просила потом родню помочь расплатиться с банком, те лишь крутили пальцем у виска. Затем была пренеприятная встреча с коллекторами и решение переехать на жительство в общагу барачного типа. Отдельный дом, доставшийся Галине от родителей, приусадебный участок и даже мебель, что поновее. Всё ушло кредиторам. Казалось бы, какой выход? Запретить оккультный бизнес? Запретить можно, прекратить нельзя. Магия, колдовство, экстрасенсорика, вечные спутники людской слабости и невежества. Другая идея – ввести лицензирование целителей. Но и тут проблема. Во-первых, а судьи кто? Во-вторых, судить-то как? Как измерить неизмеримое? Людям с тремя глазами, несколькими телами, летающим в пятое измерение, грустно без соответствующей справки. Через туннель пролетаю я, и в конце туннеля яркий свет. И я влетаю в туннель, и меня встречает там Иисус. Ещё в 19 веке мировая наука поняла – метафизические явления не поддаются физическим измерениям. В 2007 году некий федеральный научно-экспериментальный центр Росздрава решил доказать обратное. Вам я вручаю вот эта вода контрольная, и вы её будете заряжать. Экстрасенс простирает длань над баночкой, невидимый заряд – готово. Лаборант погружает в сосуд свой прибор. Старый амперметр, словно из школьного кабинета физики. И плевать, что электропроводность воды меняется от контакта с молекулами воздуха, от температуры в комнате и от массы других вполне земных причин. Вот смотрим. Начально у нас было 3,16 единиц, сейчас 3,75. Это является показателем воздействия экстрасенсов. Так, на основе абсолютно некорректного метода был создан первый в стране реестр добровольной сертификации целителей. Обязательного их лицензирования закон не допускает. Мы за них теперь отвечаем. Раньше за них никто не отвечал, они отвечали сами за себя. Но теперь мы за них берем ответственность перед обществом. Это была чисто чиновничья афера. За пару лет удалось сертифицировать по 20 тысяч рублей с каждого несколько тысяч кудесников. Иным за отдельную плату даже выдали диплом «Народный целитель Российской Федерации». Запомните прямую истину. Миронов, народный целитель России, за номером один имеет диплом Министерства здравоохранения Российской Федерации. Бывший колхозный ветеринар врачевал буренок по Владимирским деревням. Получив грамоту с гербовой печатью, тут же объявил себя, цитата, «выдающейся личностью, наполнившей духовным содержанием целые эпохи». И бросился лечить всех. Тех же онкологических больных, которые годами ждут, чтобы тоже получить мухоморную настойку. Крупнейший в стране онкоцентр на Каширском шоссе в те годы переживал настоящее нашествие жертв оккультизма. Люди, которые при своевременном обращении отделались бы таблетками, на худой конец химиотерапии, поступали по скорой с четвертой неоперабельной стадией рака. «Вера – это же понятие необъяснимое. Мы готовы поверить в любую. И я понимаю, почему люди отдают деньги. Я сама готова. Я сама их отдала». У женщины два высших образования. До последнего пила мухоморную настойку, платила колдунам и отказывалась от госпитализации. «Это свойство человеческого мозга искать какой-то простой путь. Я думаю, что все равно эти ошибки будут совершить все». Когда число жертв сертифицированного мракобесия стало слишком заметным, в Минздраве опомнилось. Оккультный реестр закрыли, от грамот народный целитель РФ открестились, экспертам с амперметром указали на дверь. Но потребность волшебников в легализации никуда ведь не делась. Просто теперь широту их биополя и глубину тайных знаний оценивают всевозможные целительские ассоциации и общественные академии. «Чего с псевдонимом-то делаем? Какой-нибудь светомудр. Мудросвет. Лучше светудар. Светудар». Закадровые голоса нашептали. Обычный буднично-деловой стиль а-ля Кашпировский уже не в моде. Публика избаловалась. Для успешной экстрасенсорной карьеры нужны яркость и эпатаж. «Ходи в экстаз!» Создаем самозванцу красочное портфолио, сочиняем длинный список якобы излеченных им недугов, все равно никто проверять не будет. И вперед. На некий международный научный конгресс работников народной и комплементарной медицины. Я хотел бы пригласить светодара Бориса Игоревича, селителя. Он получает диплом почетка Рашемс России с медалью Рашемса. Также ему вручается медаль за труд во имя жизни. Огромное спасибо за признание моих заслуг. Благодарю вас. Счастья, коллеги. Удачи в вашем нелегком труде. Благодарим. В тот день также были награждены некто ведьма Ярославна из Ассоциации экстрасенсов-детективов, татарская матушка-знахарка, лечащая алкоголизм конской мочой, обладающий даром бесовидения поп-растрига из сибирских катакомбников и другие столпы отечественной биоэнергоинформационной науки. Ох, теперь буду почивать на лапах. Отныне я почетный экстрасенс России, обладатель почетного диплома за многолетний труд на благо развития комплементарной народной медицины России и других государств мира. Также, как заслуженный целитель, я получил медаль за труд во имя жизни и еще я кавалер медали общественного признания «Мир экстрасенсов». Вся эта рекламная атрибутика обошлась целителю Светодару в 30 тысяч целковых. Добавь он еще десятку, так мог бы отпраздновать свой триумф под шуточки популярного ведущего и плеск москворецких волн. На палубе нашего роскошного океанского лайнера собрались представители самой древней профессии. Это не то, о чем вы подумали. Колдуны, ворожеи, чародеи, гадалки. Тысячи лет они были гонимы церковью, потом 70 лет на принудлечении при советах. И вот впервые за свою историю профессиональная нечисть не просто вышла из сумрака, но и подалась в телезвезды. Награждается Анатолий Леденев. Финалист 12-й битвы экстрасенсов. Практикует искусство древней черной магии и славянского чернокнижия. Этот грант-доктор парамедицины когда-то с трудом окончил столярное ПТУ. А у этого за плечами лишь средняя школа да водительские курсы. А это лауреат Ордена Авиценны по образованию инженер-геолога-разведки. Постоянно ходя под угрозой статьи мошенничества, лжецелители знают, в случае с чего фейковыми регалиями не прикрыться. Иное дело бумаги официальные, с которыми и смерть пациента не страшна. У нас в других несколько случаев, когда возбуждается уголовное дело. Вот эти документы опасали от уголовного преступления. Потому что когда жареные начинают жареные пакли, этот документ подтверждает, что вы экстрасенс. Некто Рушан Симбатуллин в прошлом обычный телешарлатан, напарница которого, кстати, уже ждет суда за мошенничество, держатель колдовского колл-центра. Ныне Рушан Раисович большой альтернативный ученый, снимает офис в здании московского правительства и руководит воссозданным органом всероссийской сертификации целителей. У меня никаких сверхспособностей естественно нет, но вы же не все равно дадите сертификат? Конечно, потому что мы не делаем исправительные способности. Сдаёте документы, оплачиваете и проходите сертификации. И работаете на свой страх и риск. Вот такой комплект. Документы. Чтобы вы понимали, какие документы будут. Рус-стандарт. Рус-стандарт это серьезная фирма. По словам Кудесника, покровительство чиновников Рус-стандарта ему стоило 1,5 миллиона рублей. Это если познакомиться еще только. Конечно, в уважаемом ведомстве все решительно отрицают, подчеркивая, что действовали совершенно бескорыстно. Вот смотрите, выдаются заключения с надписью «Одобрено Рус-стандартом». Молитво-терапевты, космоэнергеты, шаманы, экстрасенсы, медиумы, метод оценки написано «Воздействие неизвестными современной науки видами энергии». Как вы можете это одобрить? Вы знаете, такой провокационный вопрос. Ну а как? Вы одобрили систему сертификации космоэнергетов. Вот я хочу узнать, кто такие космоэнергеты? Вы знаете, на этот вопрос я вам не подскажу. По какому принципу будет проводиться сертификация медиумов и молитва терапевтов? Можно почитать? Очень интересно было бы увидеть это же открытие. Я думаю, что мы не сможем вам это предоставить. Почему? Это что, секретно? Это не секретно, это труд определенных людей. В чем-то, наверное, конфиденциальность тех методов, которые пока, возможно, науке неизвестны. Неизвестны науки. Значит, их нельзя измерить, проверить. А как же можно сертифицировать? Если с позиции нормативных документов, которые нам представили, все было представлено верно, мы не имеем права отказать. С позиции здравого смысла. Опять же, понятие здравого смысла, оно у каждого субъективно на самом деле. То есть, если потом вот этими сертификатами соответствия этих магов и космоэнергетов начинают торговать, хотя бы отозвать вот эту регистрацию абсолютной ереси, вы можете? На сегодняшний момент правовых оснований для этого у нас нет. Личный прием в оккультных салонах дело, конечно, прибыльное, но хлопотное. Помещение, реквизит, филькины, грамоты и лицензии все стоит денег, а пропускная способность 20, 25, ну, 30 чудаков в день. То ли дело прочищать людям чакры по телефону, да с рекламой в телеэфире, да на пространстве в несколько часовых поясов. Ты тут что хочешь, ты делаешь. Хочешь отдых продавать, хочешь ему летать, тапочки с пара ходить. Я один из самых опытных вообще операторов Москвы. Моя заплата полмиллиона в месяц. Давай. Это серьезно. Типичный мошеннический колл-центр, каких в одной Москве до полусотни. У каждого оператора норма выработки от 100 тысяч в день. Значит, средний офис где-то на 30 мест в месяц приносит миллионов 70. Неудивительно, что у людей от таких денег реально сносит крышу. Это еще называют синдромом выжженной совести. Ни в коем случае пациента, если она плачет, не успокаивает, желательно доводить до плачения. То есть, не усугубляет. Чтобы человек понял, что ты для него это последняя станция. Дальше второй момент. Происходит закрытие на другие методы лечения, на другие методы решения проблем. То есть, ты должна закрыть на церковь и на медицину. Это не просто агрессивные продажи вроде каких-то чудо-фильтров или герболайфа, а реальная игра чужими жизнями. Каково это? Запретить, скажем, раковому больному ехать в больницу. Алло, алло, алло. Почему вы не хотите не согласны? Какая больница? Если возникает возражение, то сразу можешь нажать на диагноз с углубительностью. В основном, я ставлю три диагноза. Приворот, это порча на развад женской и мужской энергетики, если женщина может найти вторую половину, и непосредственно родовую проклятие. Но ты же не экстрасенс. Я не экстрасенс. Есть определенная система, по которой они работают. Методика МЛП, нейролингвистическое программирование. Они разговаривают с тобой на твоем же языке. Программируя твое подсознание. Дело в том, что у вас уже все точно не возврат. Мы с ним в оборудовании. За вас уже берется динамплика. Я не завтра все. Динамплика, 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 хотят помочь вам. Мне сказали, у вас страшные проблемы, значит, будет автокатастрофа, потом пожар, потом лишение родительских прав. Молодая, с виду адекватная, с высшим образованием. Телеколдунам позвонила впервые в жизни после скоропостижной кончины матери. Они говорят, вы понимаете, у вас эта точка невозврата, она произойдет сегодня ночью. Если сегодня не сделать сеанс, то завтрак утро вы можете, по всей видимости, не оклематься, потому что у вас будет там инсульт или инфаркт или еще что-то. Чтобы деплокировать эту точку невозврата, вы проходите один сеанс. Это вам будет 163 390 рублей. Это небольшая сумма. Пока еще не просто. Чтобы ошалевшие от ужаса клиент не расколдовался, ему запрещают говорить с окружающими и сразу же гонят в банк. Возьмите с собой паспорт и таинство, таинство соблюдаем. Никому ни слова. А пока сеанс не пройдет, никому ни слова. По дороге ни кошкам, ни собакам в глаза не смотреть. И, наконец, оплаченный сеанс связи с усопшей родственницей и блокировка точки невозврата. Нужно стелить белую процеду. Зажгите свечки. Так, легли. Глаза закрыли, рот открыли. Сейчас я буду читать палитру. Слушайте мне не открывая глаз. Когда он мне читал вот это по телефону, и я стояла на коленях здесь на этой белой скатерти, он сказал такую вещь. Он говорит, а теперь говорите, что вы хотите, потому что сейчас ангелы здесь над вами летают. Я сказала, милый ангел, если вы слышите меня, передайте маме нашей, что мы будем делать все, что она, как она нам наказывала, как она просила, то есть меня вот это, что я перед какими-то проходимцами меня, я не могу больше все вот эти вот. Как и тысячи других жертв, она потом очнулась, побежала, написала заявление куда следует, но трудно жаловаться на колдунов в заколдованную полицию. Я работал в этой сфере, у нас есть хорошие люди, могут очень хорошо крышевать. Генерал, национант за миллион рублей в месяц страхует на ура. На ВДНК центр работает. Вот, хотя он слабенький, но крыша у них стальная. Помимо того, что прокурор этого района кроет их, вот этот же генерал кроет их. Если что-нибудь произойдет, он из кожи вылезет, но он даже за эти деньги вытащит. Из Минска человек приехал покорять Москву. Работал таксистом, курьером, потом попал шестеркой в целительский центр, ну там его и сломали, конечно. Теперь сам открывает колл-центры. Все новички будут проходить, я их полностью воспитаю, я с них выращу, сломаю их духовное качество, я выбью из них людское, если надо будет, он даже у инвалида заберет. То есть взять женщину, у которой нет левой руки по кисти, правой руки по локоть и двух ног. Фонтонная боль, я не знаю, как она звонила таким образом даже. Ее развели даже инвалиды вот этого, да? Я лично. Вот существует дьявол или нет, мне в точности неизвестно, но что люди продают ему душу и довольно дорого, в общем, сомнений не вызывает. Самый средний, доход, даже ниже среднего, учредителям миллион долларов в месяц. Это маленький вот такой. Нормальный, это все-таки где-то полтора миллиона долларов. Это уже нормально, то есть даже на золото, на нефть так не обогатишься быстро. Просто пока есть возможность, нужно зарабатывать, потому что рано или поздно идут заход, найдут какой-нибудь изюмик, где нужно будет подкопаться и закроют все это. Но и на старуху бывает проруха. Временами коррупционные чары рассеиваются и тогда худесников берут за живое. Интересный социологический срез. При изучении изъятых клиентских баз видно, к магам обращаются либо старики-инвалиды, либо одинокие дамы. Мужчин до пенсионного возраста нет вообще. И еще, здесь почти не бывает разовых платежей. Верующие в экстрасенсорику не сдаются, пока не спустят все. 60 тысяч, 45, 80 тысяч, 64. Не слабо так, с одной пенсионерки, да? Несмотря на то, что средний целительский центр в год имеет около 50 тысяч оплаченных звонков, найти среди этих тысяч людей, готовых дать показания, тем более выступить в суде целая проблема. Одни боятся, что колдуны их проклянут через астрал, другие не хотят стать посмешищем в глазах родни и знакомых. Оттого каждый суд в оккультной сфере целое событие. Нижний Новгород. Слушается дело некой Международной Академии Ясновидения. Очередная колдовская шайка дурила телезрителей по всей стране, но особо пощипала именно нижегородцев. За два месяца 60 с лишним миллионов рублей ущерба. Потерпевшие надеются на то, что им кто-то когда-то выплатит. Да это же блеф. Ребята. 500 пострадавших, как следователь мне сказала, это сколько лет надо ждать. Колд-центр, конечно, был зарегистрирован на левый паспорт. Не имел ни постоянного адреса, ни списка сотрудников, кто из них засветился при снятии стариковских денежных переводов. Те в итоге и пошли под суд. Не сажайте моего сына, дайте возможность, чтобы он работал и его плачевал. Я вам клянусь, как мама. Вернут мои деньги. Только не сажайте его, не лишайте свободы. За неделю я отправилась в весь Дайте тишину в зале. Вернут людям деньги или не вернут, накажут мошенников или не накажут. В этот напряженный момент мы покинем зал провинциального суда и перенесемся в столицу, в магический кабинет Дарьи Мироновой. Что прочтет знаменитая прорицательница в глазах ограбленных стариков? Вижу, что каждая из них несет потерю. Потерю довольно сильную. Тут как-то связано с энергией земли, то есть это не совсем денежные какие-то суммы. А значит отобрать должны были некие участки под строительство, под дома. Первый ответ неверный. Жертву Академии Ясновидения Миронова приняла за участников земельного спора. Второй вопрос. Где происходили эти события? Все время возникает какая-то буква Ч. Она четко прослеживается в хрустальном шаре. То есть то, что вижу я, что процесс произошел в Чебоксарах. И снова мимо. Наконец последний и главный вопрос. Что ждет преступников? Те, кто обманул пожилых людей, пожилых пенсионеров, инвалидов, раскрутил на деньги, кинул, бросил. Все эти мошенники должны сесть в тюрьму. На самом деле сели лишь простые обнальщики. Что же до женщины, бывшей лицом и голосом преступного предприятия, то она в очередной раз вышла сухой из воды. Здравствуйте! Сегодня с вами я Дарья Миронова, ясновидящий, экстрасенс, парапсихолог. Я телевизор посмотрела, видела Дарья, она говорит, я всем, у кого какие проблемы есть, я всем помогаю, моей академии. Вам с удовольствием помогут уникальные, талантливые, сильные, экстрасенсы, мастера Международной Академии Ясновидения. Ну, я взяла, позвонила, они сказали, да, да, мы можем помогать вам, все, отправьте мне 60 тысяч. 60 на ремонт ауры, 46 на прочистку чакр, 27 на изгнание потусторонних сущностей и так далее. Я перевела туда 256 тысяч общая сумма, которую я взяла, это у меня кредит, вот, даже за квартиру я в этом месяце не могла заплатить, вот сюда приехала, думаю, пойду, может, заберу свои деньги, вот бы половина. И пошла. Проведя в судах два года, но так и не получив ни копейки, простая нижегородская пенсионерка бесстрашно явилась в московский офис злой колдуньи. Вы ее оставили нитью. Две часы еще раз. Я не работаю в право. Вы вытекаете застык. Вы идите отсюда. Вы идите, я выкину сейчас вас отсюда, вызов охранного. Что бы вы сдохли в суде, что бы вы пропали. Оферистиво, оферистиво. Так ни с чем она отправляется домой в Нижний. Там ее ждут коллекторы из банка, картошка с огорода на завтрак, обед и ужин и кабельное ТВ, по которому все та же Дарья или Мария или Серафима зазывают в очередную телефонную преисподнюю. Вообще, с точки зрения закона, пуская всю эту ересь в эфир, вещатели ничем не рискуют. Пропаганды нацизма, экстремизма, порнографии в оккультных программах нет. Мракобесие в России не запрещено, а за рекламу заведомо недобросовестных услуг максимум, что грозит, это административка. Да и ту еще. Пойди, докажи. Во-первых, вам нужно купить новый веник, абсолютно новый веник. И обратившись к дальнейшим к специалистам и мастерам Центра парапсихологии Орион, вам откроют канал удачи. Значит, идет Дамский канал. И там вот Дарья Миронова рассказывает, идет вот эта реклама с Центра Орион. Телевизор смотрю, знаю, как бы в курсе, что человек вроде известный, человек публичный. А это уже Белгородщина. Бедная, многодетная уборщица с образованием ниже некуда попросила телеколдунов наворожить ей тысяч пять до зарплаты. И те наворожили. Только не пять, а пятьсот и не ей, а себе. У меня нету жилья, у меня нету машины, у меня нету... У меня есть дети, которыми я горжусь, это самое дорогое, что у меня есть, это мои дети. Вот на это меня и поймали. На материнской любви. На вашем пороге уже беда. Вы можете потерять ваших детей. Чтобы вы прошли стеансы очищения в нашем стиле. За это надо заплатить 300 тысяч. У меня нет таких денег. Понимаете, я со слезами, у меня истерика была. Как нету денег? Если нет, у вас всех сыновей вы будете потерять. Не будет продолжаться у вас рост, потому что у вас идет родовое проклятие по мужской линии. Там у вас очень страшно, очень кресты, там дело к развалу семьи, дело к смерти. Значит, сейчас у меня вот тут вот мой наставник, он вам поможет. Значит, тут же он меня переключает. Милая моя, почему вы раньше-то не обращались? Значит, смотрите, вашего мужа приворожила женщина до высокого роста, а это же все приведет к чему? К тому, что человек покончит жить самоубийством. Мне до того жутко стало, вот как-то все это было так сказано, что такое что-то страшное. Ну, в общем, меня так накрутили, понимаете, я ничего не понимала. Абсолютно ничего не понимала. Сперва ее вынудили купить магический кристалл из Шамбалы, на самом деле простую стекляшку за 100 тысяч, затем якобы трехсотлетнюю икону с горы Афон. Вот она, эта икона. Вот она. Копеечная современная репродукция обошлась еще в 200 тысяч. Дальше уже были менее крупные, но многочисленные проплаты за снятие родового проклятия, за открытие астрального денежного канала, за изгнание домового и прочее. Понимаете, день-два прошел, и у меня как спелена спала с глаз, я думаю, боже мой, а что же я дальше буду делать, где же я буду деньги брать на платежи? И без того полунищая мать семейства была в итоге ошельмована на полмиллиона рублей, из которых 480 тысяч банковские кредиты. Теперь, чтобы расплатиться, она первую половину дня трудится в супермаркете, вторую на автомойке, а по ночам еще подрабатывает сторожем. Вот уж воистину, тяжек жребий, поверивших в чародейство. Итак, коли запретить оккультизм нереально, нормально лицензировать то же, что остается, запрет на рекламу оккультных услуг. Так же, как запрещена реклама табака, алкоголя, проституции, запретить и рекламу экстрасенсов. Эта, казалось бы, очевидная мера обсуждается в России уже лет 20, а ВОЗ и ныне там. как запретить и рекламу, как запретить и рекламу,